Продолжение следует... Ну, а сейчас я приглашаю в эфир доктора Владимира Мисамеда, ирониста доктора Владимира Мисамеда, сотрудника Еврейского университета в Иерусалиме. Доктор Мисамед, здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, разговор, естественно, с иронистом пойдет об Иране. Мой первый вопрос. Иран ждал, причем ждал с таким трепетом и волнением, если можно так выразиться, результатов, итогов выборов в Соединенных Штатах. И вот избрали Дональда Трампа. У Ирана длинная, так сказать, история неприятных отношений с Дональдом Трампом, да к тому же и риторика Дональда Трампа во время его предвыбранных выступлений не оставляла Ирану никаких иллюзий насчет намерений Дональда Трампа. Итак, как в Иране вас приняли и какие, так сказать, действия они собираются предпринять, если собираются? Ну, вас приняли, конечно, трагически. Потому что, собственно говоря, они помнят первую каденцию Трампа и, собственно говоря, из последних президентов больше всего, на их взгляд, принес несчастье. Несчастье Ирана – это как раз Трамп. Потому что даже во время его каденции в 16-20-х годах они даже разработали специальную политику, как можно получить меньшее зло от Трампа. То есть они считали, что поскольку Трамп как раз поставил своей одной из главных целей – это борьбу с Ираном, и он как раз последовательно проводил эту политику, то они посчитали, что пусть Трамп как хочет сокращает наш нефтеэкспорт, мы постараемся выжить без нефтедолларов, потому что мы возьмем в исламских фондах, они посчитали, что на годы каденции Трампа нужно 100 миллиардов долларов. И вот эти 100 миллиардов долларов они, в принципе, достали, потому что они активно начали говорить, что нам Трамп никакого зла не причинит, мы уже знаем, как с ним бороться, но в любом случае годы нахождения Трампа – это для них, в общем, было чревато очень серьезными потерями. Потому что, смотрите, Трамп ведь, придя к власти в 2016 году, он не сразу начал вести такую очень крепкую антииранскую политику, он, во-первых, в его каденцию как раз вошло подписание венских документов, это был 2015 год, потом он немножко ждал, потом он стал реально пробовать что-то делать против СВПД, и лишь в 2018 году, то есть за два года вообще до своего ухода из Белого дома, он стал проводить активную антииранскую политику, которая выразилась в том, что он обрушил нефтеэкспорт иранский, доведя его, например, в 2018 году, смотрите, до 2018 года, то есть до активных мер Трампа по борьбе с иранской нефтяной программой, он считал, что это как раз, так сказать, то, на чем Иран живет, чем Иран, собственно говоря, экономически себя снабжает, и он поэтому из 4,5 миллионов баррелей в день, которые были до принятия жестких мер со стороны Трампа, они сошли в 2018 году до 0,7 миллиона баррелей в день, потом они перешли в следующем году, немножко подняли до 1,2, и потом уже с приходом Байдена все начало возвращаться, и в 2024 году, в нынешнем году, официально они поднялись до суммы 2, хотя на самом деле это не 2, это, наверное, 4, потому что там очень много нефтяного, очень много теневого нефтеэкспорта, поэтому это как бы серьезно, и вообще иранцы в эти дни обдумывают вообще, кто им больше вреда причиняет, демократы или республиканцы, они сходятся на том, что если взять даже последних трех президентов, то есть Обаму, Трампа и Байдена, то получается, что один Трамп принес гораздо больше, потому что, скажем, при Обаме действительно тоже начались очень серьезные антииранские санкции, которые в значительной мере тоже подорвали основы иранского нефтеэкспорта, при Байдене была такая политика выжидательная, он ничего серьезного, никаких серьезных мер не принял, он пробовал возродить СВПД, но у него ничего не получилось, причем не получилось, потому что ни одна, ни другая страна ничего серьезного не сделали, но иранцы, вот на днях появилась большая статья в газете Кейхан, это главная иранская газета, но это рупор фундаменталистов, и они там написали, что вот за 45 лет, которые прошли со времени победы исламского строя, установления исламского режима в Иране, и демократы, и республиканцы, в общем, вредили Ирану как могли, и в общем, трудно даже посчитать кто, но последняя, последняя капля, это как раз от республиканцев, именно они прижали, хотя достаточно много было и демократы, и республиканцы, скажем, например, Клинтон, например, вел очень жестокий закон Дамато, который в определенной мере тоже очень сильно повлиял на иранский нефтеэкспорт, он там лимитировал экспорт в те или иные страны, скажем, был такой закон 21.17, в самом начале исламской революции, который в определенной мере ввел вообще систему санкционирования Ирана, потому что Иран противопоставлял себя и западному миру, и Соединенным Штатам, поэтому они считают, что, в общем, между демократами и республиканцами есть, конечно, большие различия, но, с другой стороны, как Гахлита Этула Хомны, он на днях выразился, для нас неприемлемы обе партии, и мы будем бороться с Америкой как во время правления демократов, так и во время правления республиканцев, хотя они проводят разницу, они говорят, что демократы, по крайней мере, те демократы, которые были у власти во время исламского режима, они достаточно много вредили Ирану, но они не проводили таких жестоких репрессий против, скажем, иранских специалистов по атомной энергии, они выбивали просто, причем считается, что американцы здесь были задействованы. Вы имеете в виду ликвидации, да? Да, 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 ликвидации, да. Они имеют в виду, что, например, именно во время республиканца Трампа было совершено убийство Косема Сулеймани и так далее, они считают, в общем, что это действительно определенное зло, которое будет продолжаться. И поэтому и сейчас они тоже самое считают, что настало время очень серьезной конфронтации, вот, и в этом плане как бы надо подобраться, и поэтому они уже с победой Трампа пытаются скорректировать свою политику, скажем, скорректировать, скажем, то, сумеют ли они все же переподписать атомное соглашение, хотя получилось, что Трамп обвалил это ядерное соглашение еще в 2018 году выйдя, и он сделал самый серьезный шаг, на который пошла Америка. Собственно говоря, то, что получилось дальше, правда, получилось не очень хорошо, потому что Трамп вышел сам, вывел Америку, но, с другой стороны, иранцы последовали его примеру, и то, что они сделали, видимо, Трамп вряд ли ожидал, потому что они подняли в 7-8 раз, так сказать, запасы обогащенного урана. Трамп прежде всего не ожидал, что он не станет вновь президентом на второй срок. Если бы это произошло, то, наверное, он бы довел до конца свою политику. Да, может быть, но вот то, что они сделали, получилась ситуация очень сложная сейчас, и вот Трамп, видимо, будет рассматривать, как все это идет, потому что иранцы сейчас последние, особенно в последний год-два, просто добились выдающихся успехов в этом плане, они в 7-8 раз, как я сказал, подняли обогащение, подняли объем обогащения, они создали новый тип центрифуг, они развили обогатительную, то есть мощности обогащения урана. Кроме этого, они практически вышли, но как-то очень вежливо, из МАГАТЭ, потому что они не пускают МАГАТЭ к себе, хотя доклады МАГАТЭ идут очень настораживающе, но, с другой стороны, они пытаются найти общий язык, и поэтому, в общем, им придется сейчас работать как бы заново. С другой стороны, иранцы сейчас достигли того, что они в последние дни стали активно говорить о том, что им нужна атомная бомба, об этом, по крайней мере, они сказали в том аспекте, что в Иране сейчас очень серьезно рассматривается вопрос о том, насколько сковывают иранскую атомную программу и ее финал, то есть обретение атомной бомбы, так называемая фитва, то есть так называемые религиозные законы, это закон Аэтулы Хомыны, который не позволяет. Но выясняется, что, в принципе, в Иране никто серьезно не читал эту фитву, она как бы... Включая самого автора. Так вот, оказывается, в фитве там говорится, что иранцы могут производить атомную бомбу, они могут ее хранить, но они не могут ее использовать. Так вот, сейчас идут кулуарные разговоры о том, что, может быть, эту фитву дополнить третьим пунктом, то есть можно производить, хранить и использовать. И, по всей видимости, они на это пойдут, они, правда, говорят, что это нужно для создания, так сказать, силы сдерживания, и в этом плане, как бы, они найдут понимание даже в парламенте, если этот вопрос серьезно встанет. Но, в любом случае, перед иранцами стоят очень серьезные вызовы, которые, в общем, приход в власти Трампа только увеличивает и только ужесточают. Но, говоря про демократов, я хотел бы напомнить, что Байден разморозил несколько очень серьезных счетов, которые были заморожены иранского режима. Я сейчас не помню точную сумму, но идет речь на десятки... Шести миллиардов долларов. Да, там идет... Шести миллиардов долларов, да. Там это как бы малая часть того, что обещали, но, в любом случае, он это сделал, да, и он пошел на какие-то другие вещи. Но, в любом случае, он тоже проводил накладывание новых... Хорошее слово, накладывание... Накладывание новых санкций. Эти санкции, в общем, они не уменьшались, и они, если сравнить эпоху Байдена с эпохой Трампа, то при Байдене не было решительных шагов. Но, в любом случае, были новые санкции, хотя была разморозка шести миллиардов долларов. Это разморозила, по-моему, Южная Корея. Это были ее активы. Вернее, иранские активы в Южной Корее. Поэтому что-то, конечно, было. Но, сравнивая, конечно, Байдена и Трампа, понятно, что в эпоху Трампа были приняты более решительные... Сейчас иранцы вспомнят эпоху Байдена как эллигические какие-то... Да, как розовые сопли, извините. Давайте вернемся в наши, так сказать, края. То есть Иран обещал, грозил, причем грозил устами своего духовного лидера, что они нанесут сокрушительный, страшный удар по Израилю. Значит, страшный, гораздо более страшный, чем он был в прошлый раз и так далее, и так далее, и так далее. Но сейчас почему-то риторика немножечко снизилась. Ну, им было заявлено, что Израиль ответит. Было заявлено, что американцы вступят, ну, по крайней мере, на стадии обороны Израиля. Что происходит сейчас, на ваш взгляд? Будут они пытаться все-таки нанести удар или будут пытаться искать какую-то лестницу, чтобы слезть с дерева? Знаете, у них раздаются самые разнообразные заявления. Вот, например, неделю назад лусировались слухи о том, что глупо руководители корпуса «Стражи Исламской революции» обратились к Айтуле Али Хоманеи с просьбой, так сказать, хватит ждать, давайте сделаем то, что мы обещали. Потому что обещания ведь очень серьезные. И потом там были массовые выступления, требовавшие наконец реализовать этот удар, потому что они сами развили такие пропагандистские пассажи, которые очень серьезно говорили, что мы им покажем, мы сделаем то, что нужно. И, собственно говоря, были даже две недели назад, официально была дана команда всем имамам в пятницу во всех крупных городах Ирана провести проповедь, в которой сказать, что вот-вот мы попытаемся покончить, попытаемся отомстить Израилю за то, что он совершил, за те неоднократные его преступления против иранского народа и против прокси, руководители которых уничтожаются, проводятся против них ликвидации и так далее. В последние, самые последние дни риторика немножко меняется и, в общем-то, плашатом этой риторики выступил министр иностранных дел Аббас Аракчи. В общем, я лично думал, что Аракчи, который был в правительстве и был активным переговорчиком в правительстве иранских реформистов, что он будет человеком более мягким и более сговорчивым, и человеком, который понимает, что не нужно бряцать очень жесткими лозунгами, но он, в общем, показывает, что он, и как и, собственно, президент, они очень мало в них реформаторского, и они, собственно говоря, пляшут под дудку эту коммунею. То есть они боятся, что их в мягкости обвинят, что ли? Да, 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 наверное, да. И теперь, поэтому Аракчи уже в последние дни неоднократно выступал и говорил о том, причем говорил это, он очень подвижный, такой динамичный человек, он очень много ездит, и вот он во время одной из своих поездок сказал, что мы хотели бы еще более серьезно подготовиться, потому что мы уже решили, что мы будем, как мы будем работать, нам нужно еще немножко времени, чтобы серьезнее подготовиться и еще серьезнее продумать то, как мы будем действовать, поэтому немножко откладываться. Но на самом деле, видимо, они понимают, что сейчас не время, не время, так сказать, очень серьезных действий, тем более против Израиля, потому что, как они сами говорят, надо нам не завязнуть в большой войне, это как раз к этому может привести. Поэтому в последнее время они пытаются об этом много не говорить, и если вот посмотреть сегодня в иранские газеты, посмотреть на те речи, которые публикуются в иранских газетах, например, с того же саммита, который сегодня прошел в Ириаде, в чем опять они собрали там совместный саммит Лиги Арабских Государств и Организации Исламского Сотрудничества, и там опять Израиль обвиняют, опять считают, что нужно серьезно взяться за Израиль, заставить его прекратить огонь, и при этом интересно, что сегодня наследный принц Саудовской Аравии сказал, что мы должны остановить агрессию Израиля, агрессию Израиля в Гази, в Гази, Южном Ливане и Иране. То есть Иран уже приближается к жертвам, они его, по крайней мере, вот так кондиционируют, и это отодвигает, наверное, я думаю, немножко все же нанесение удара, но, наверное, будем ждать, они просто понимают, что власти пришел, пришел уже практически, и начинает действовать Трамп, и за, может быть, они что-то успеют сделать за... Тем более им это двигать нет смысла, им надо успеть быстро, пока Трамп не сел в кресло. Ну вот, да, вот, наверное, или в эти два месяца, или вообще пока они не будут. Они, кстати, имеют очень большую традицию невыполнения своих обещаний, это у них просто традиционно, и в последнее время, как бы во всех историях, с крупными ликвидациями каких-то там руководителей иранской ядерной программы, там, например, скажем, например, с ликвидацией генерала Косема Сулеймани, они до сих пор, в общем, ничего серьезного не предприняли, поэтому это у них, наверное, традиционное. Кроме того, народ не очень их тянет за руку, давайте, наконец, потому что народ видит, что на самом деле реально было и было с атаками на Израиль, и поэтому, наверное, мне кажется, что, ну, в общем, наверное, надо посмотреть, что все это вылится, потому что там очень много факторов и сдерживающих, и побуждающих быстрее действовать, и здесь нужно, наверное, просто подождать. Да. Ну что ж, действительно подождем, хотя мы неоднократно убеждались, что, так сказать, пытаться понять логику иранского режима довольно сложно, потому что, так сказать, формальная логика там зачастую не действует, а действуют какие-то фантазии, и вообще они, особенно вот руководство Ирана, лидер, духовный лидер, они живут в мире грез, и вот в этом мире они как бы черпают свое вдохновение, оттуда вот спускаясь с этих облаков, они вдруг разражаются какими-то, так сказать, речами, угрозами и так далее, которые, так сказать, наверное, более профессиональные там те же самые генералы, я не имею в виду сейчас КСИР, я имею в виду армейские генералы просто разводят руками и, так сказать, крутят пальцем у виска, то есть, ну, на что они нас толкают? Да, да, действительно так, да, и поэтому, собственно, ничего не получается. Собственно говоря, в Иране вот эта вот раздвоенность власти, какой-то такой дуализм власти, то есть есть органы вполне светские, скажем, там, президентская власть, так сказать, кабинет министров, которым президент руководит, или, скажем, парламент, который вполне легитимен и вполне разношорсен, хотя там сейчас тонн задают фонометалистов, и вот эта религиозная власть в лице религиозных структур, скажем, наблюдательный совет, сам религиозный лидер страны, у них есть такая структура под названием, значит, ассамблея, определение целесообразности принимаемых решений, есть такая очень крупная структура, есть у них такой Шоу Роя Хабриго, совет экспертов, экспертный совет, это вообще, так сказать, небожители, которые должны в случае необходимости избрать нового религиозного лидера, и они все пытаются взаимодействовать, и светская власть пытается сама никаких серьезных решений не принимать, хотя были президенты, которые принимали решения, там тот же, например, Ахмадин Ижак, он пробовал как-то ругаться с религиозным лидером, он даже, невиданное событие в истории Ирана, он сделал забастовку 11 дней не выходим на работу, в свой президентский офис, против жестких решений, которым его принуждал Хамыныи, но в любом случае именно Хамыныи принимает решение, и пока он такого решения не принял, пока он пытается осматриваться, а он с позиции своего возраста все же 85 лет, он пытается как-то медленно думать, и медленно, но активно смотреть кругом, но вот пока получается вот такая ситуация, несмотря на то, что армия, по крайней мере, своим заявлением, она давно сказала, что у нас есть новые типы техники, у нас есть новые там боеголовки, у нас есть новые ракеты, и действительно, за последний год они основательно продвинули ракетную программу, потому что ведь 18 октября, уже пошел второй год, 18 октября прошлого года, в принципе, в каком-то вакууме было принято решение ООН о снятии санкций с ракетной программы, это было совершенно неожиданное решение, но оно и они активно разрабатывают, и судя по тому, что Россия покупает у них баллистические ракеты, видимо, это ракеты, которые довольно, ну, обладают нормальным параметром, ими можно, так сказать, производить, ими можно бряцать, и их можно продавать, и их можно даже запускать, даже запускать, да, а вот вы заговорили, да, прошу прощения, вы заговорили про Россию, я хотел вот какой вопрос выточнить, на недавнем саммите в Казани по предварительным, так сказать, анонсам должны были подписать договор о стратегическом партнерстве между Ираном и Россией, и потом уже в процессе, там, или буквально накануне этого саммита было объявлено, что этот договор сейчас подписываться не будет, но обставлено это было таким красивым, так сказать, красивой оболочкой, что, мол, это негоже это делать вот сейчас, это надо сделать отдельно, красиво, то есть вот отдельно собраться и подписать, и вопрос как бы провалился в дискуссионную трещину, на ваш взгляд, по чьей инициативе затягивается подписание этого договора, по инициативе России или по инициативе Ирана? Ну, я думаю, что здесь, наверное, обе страны тянут, но в любом случае, ведь давно уже еще весной этого года было выпущено постановление о том, что уже договор готов, он уже финализирован, его нужно подписывать, и тогда выбирали несколько разных разных дат подписания, и вот последняя серьезная дата был как раз саммит в Казани, но там было сказано, что для этого нужно, что лучше делать это не на полях, скажем, саммита, а сделать серьезность, сделать официальный визит иранского президента в Москву и там подписать, но мне кажется, что они упустили вот время подписания, и сейчас они тянут, потому что не хотелось бы, во-первых, наверное, России не хотелось бы ввязываться в противостояние между Соединенными Штатами и Ираном, которое с приходом Трампа, уже серьезным приходом, уже как бы финализированным, оно приобретет новые краски, вот, с другой стороны, мне кажется, что и в Иране очень много противников, как вообще противников сотрудничества с Россией на таком высоком уровне, как межгосударственный договор стратегического партнерства, Иран, собственно, таких договоров не подписывал практически, у них вот самый последний крупный договор это договор с Китаем, который тоже полусекретный и там, честно говоря, не ясны даже и параметры этого договора, и интересно, что этот договор с Китаем, видимо, точно так же будет с российско-иранским, он договор отдельно стоящий, он полусекретный и даже иранский парламент его не ратифицировал, потому что он как бы идет в другой плоскости и он не подвижит ратификации, подвижит подписанию президентами первыми лицами государства. И, наверное, вот с этим будет то же самое, хотя он вроде бы готов и, так сказать, обе стороны горячо его приветствовали, но мы вспомним, что вот два или три предыдущих договора, они создавали для Ирана очень жестокий коллизий, например, скажем, договор 21-го года, это первый советско-иранский договор, такой серьезный, всеобъемлющий договор, он создал возможность оккупации Ирана в северной части во время Второй мировой войны и 41-й по 46-й год северный Иран был оккупирован. Поэтому вот когда исламисты и Ирана пришли к власти, они первым делом изавуировали эту шестую главу или шестой пункт этого как раз Советско-иранского договора. А согласно этому пункту можно было оккупировать их территорию? Я не совсем понимаю, почему этот договор способствовал оккупации? Потому что этот договор создавал возможность помощи любой сторон, которая подвергается опасности. Советский Союз объявил, что Иран может быть оккупирован, может быть занят Германией, потому что союзнические отношения. И поэтому они вошли в одностороннем порядке в один день. И это создало массу негативного Ирана. Там создали две советские республики, Мехабадскую и Азербайджанскую. Одна была для курдов, другая для азербайджанцев, иранских азербайджанцев. Кроме того, это создало возможность грабежа нефтяных богатств Ирана Советским Союзом, потому что была подписана концессия на разработку явно неудобной и явно невыгодной для Ирана, которая была с выходом советских войск из Ирана тут же ликвидирована и тут же вернулись на исходные позиции. Поэтому здесь много подбодных камней, которые иранцы более серьезно рассматривают из позиции своих отношений с Россией и Советским Союзом. Они видят здесь очень много негатива, причем они негатив ведут не со времени советской власти, они ведут с 19 века, когда Россия в результате российско-персидских войн отцапала у Ирана очень большую территорию, Северный Кавказ и нынешнюю Азербайджанскую республику, и поэтому они хотели бы в общем как можно больше использовать как раз груз исторической памяти, чтобы не было принято никаких опрометчивых шагов. Поэтому в Иране обструкция или оппозиция этому договору я думаю весьма велика. Спасибо, спасибо большое я напоминаю что с нами был доктор Владимир Мисамет иронист сотрудник еврейского университета в Иерусалиме спасибо большое что нашли время для такого развернутого и интересного анализа а наша программа подошла к концу всего доброго до свидания до свидания до свидания до свидания до свидания до свидания